Микс Ньюс Добрый день, уважаемые слушатели. Программа Встретились, Поговорили. Её сегодня проведу я, Олег Пека, и мне поможет звукорежиссёр Родион Золотарёв. Сегодня, вот сегодня как раз и завтра, на фестивале Станиславский ЛВ можно будет посмотреть спектакли студентов Российского института театрального искусства, ГИТИС, режиссёрский факультет, четвёртый курс. Сегодня можно посмотреть Коварство и Любовь. Те, кто вот заранее приобрёл билеты, счастливчики, потому что осталось буквально несколько мест последних. И, по-моему, уже билетов нет на бешеные деньги Островского, как раз-таки в постановке Владимира Байчера, декана режиссёрского факультета ГИТИСа, который сегодня очень любезно нашёл время для того, чтобы прийти сюда в студию. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте, добрый день. Я понимаю, что весь курс приехал практически там, вот как я слышал, 14 мальчиков, 10 девочек. То есть там огромный такой десант высадился. Да, ну у нас, во-первых, два спектакля таких густонаселённых. У нас довольно много занято в спектаклях студентов наших. И поэтому так уж получилось, что практически весь курс, он нужен для проведения спектаклей. Кто-то на сцене, а кто-то из ребят обслуживает спектакль, ведёт по звуку, по свету. То есть у нас внутри курса все, так сказать, работы распределены между студентами. Такие взаимозаменяемые тоже. Да, да, взаимозаменяемые. Это очень хорошо, потому что ребята поддерживают друг друга. И у нас на курсе довольно-таки уже большое количество идущих спектаклей. И сейчас ещё в запуске несколько работ. Поэтому у нас к выпуску будет не меньше 10-12 уже готовых спектаклей. Вот сейчас мы сюда привезли два спектакля. Это спектакли педагогические. Это сегодняшний спектакль «Коварство и любовь». Он называется вообще правильно «Коварство и любовь» режиссёрские игры. Почему режиссёрские? Потому что у нас на курсе 10 режиссёров учатся. И вот с ними была сделана работа такая она, ну такая экспериментально, такая авангардистски-хулиганская. Где режиссёры высказываются на тему шилеровской пьесы, высказываются в самых разных жанрах, в самых разных вариантах. И Михаил Николаевич Чумаченко, как режиссёр-педагог, он, ну как бы, собирал, регулировал и организовывал вот эти все режиссёрские высказывания. Такой получился, по-моему, очень интересный спектакль. Вот сегодня в 7 часов в Доме Москвы мы будем его играть. И завтра будет спектакль «Бешеные деньги» по пьесе Островского. Там в основном уже занята актёрская группа вся. Ну и вот так получилось, что весь курс у нас десантом высадился в Риге. И мы очень этому рады. Вчера мы гуляли по старому городу и получили огромное удовольствие. Ну вот, конечно, старая Рига, она прекрасна, и сколько раз в неё не возвращайся, всегда чувствуешь эту ауру, эту энергию этого города. В котором, кстати, преподавал и играл Михаил Чехов. Я знаю, что ведь вы директор фонда общества Михаила Чехова. Да, я занимаюсь Михаилом Чеховым, и это для меня такая, ну, как сказать, тоже отдельная территория. Дело в том, что когда-то в 96-м, в 95-м году мы проводили здесь международную мастерскую Михаила Чехова, в которой принимали участие очень большое количество, ну, и педагогов, мастеров, и слушателей было, и из Латвии было очень много участников. Такое было довольно заметное, ну, такая акция. Мы это делали в Юрмале, в Мелуже, в Доме творчества композиторов. И это было очень интересно, там было много, там и играли, мы там Гамлетом занимались, играли Гамлета, так, сяк, в таком-в таком варианте. Вот, ну, и, конечно, для меня это такая особая территория, да, это вот то, что здесь и жил, и работал, и проживал Михаил Чехов на улице, как он говорил, улице, которая меня и ела. Вот, так что, да, это, ну, и вообще Рига, это же город, который связан намертво с русской культурой, кроме Михаила Чехова, вот, рядышком Сергея Михайловича Зенштейна, ну, и так далее. Вот, как вы относитесь к тому, что метод, вот, Михаила Чехова, уже затем Ли Страсбергом в Америке стал невероятно популярен, и целое поколение, поколение я, выросли уже актеры, среди которых и Дастин Хоффман, и Аль Пачино, вот, все они, ну, практически, вот, проповедуют именно тот самый, ну, вот, это та актерская игра, или все-таки это уже какая-то адаптированная версия? Ну, вы знаете, во-первых, конечно, Страсберг и Чехов, это все-таки не совсем одно и то же, потому что, если говорить правду, то Страсберг все-таки, он основывается на системе Станиславского, и на американском таком понимании системы Станиславского, тоже весьма, ну, как бы, таком оригинальном, своеобразном, очень интересном, но немножечко таком американском. А Михаил Чехов, в каком-то смысле, его ученики, ну, у него было много учеников в Америке, и среди них и там, и Энтони Куин, и Грегори Пек, и Мерлин Монро, и Юл Бринер и так далее, это те люди, которые прошли через его руки, это все-таки он работал, Страсберг это Нью-Йорк, а он работал в Голливуде, у него была в такой, на дому была такая домашняя студия, где он занимался с большим количеством актеров, работал в лабораторном театре, там же тоже, в Голливуде, в Лос-Анджелесе, и это немножечко разные, ну, как бы, направления, хотя, конечно, что там говорить, американская школа, особенно школа кино, очень во многом базируется на русской театральной традиции, на, ну, так сказать, на системе Станиславского, на чеховском методе, которые очень близки друг к другу, конечно, и стоит только, ну, поражаться, с каким тщанием американцы исследуют, используют, и, ну, как сказать, благодаря этому, вот, они, они такие, дотошные ребята, они растут благодаря этому, этому надо так учиться, чтить. А в чем, по вашему мнению, я знаю, что вы основали три театра, один из которых, как раз-таки, Антона Павловича Чехова, да? Да, это в Мелехове мы сделали спектакль «Чеховская студия», театр «Чеховская студия», ну, сейчас я там не работаю, но театр существует, живет, выпускает спектакли, это прекрасно. Ну, вообще, это для меня вообще чеховское такое вот, ну, я как-то, ну, занимался и исследовал, и как-то погружался вообще вот в то, что связано с фамилией Чеховых, это была какая-то уникальная совершенно семья, очень талантливая, выдающаяся, и отец Михаила Чехова, старший брат Антона Павловича, Александр Павлович Чехов был очень талантливым писателем, и Антон считал вообще его более талантливым, чем он сам. Ну, и вот когда, ну, как-то вот было такое предложение, там, сделать в Мелехово такой театральный, ну, даже какой-то театральный центр, не только театр, там был и фестиваль, и там школа проходила, там, где участвовали, такой-таки мастер-классы, где участвовали и российские актеры, и молодые, и зарубежные, и так далее, вот мы сделали такую, ну, такую организацию там внутри, и, в общем, театр существует, играет спектакли, их много, и не только Чехов, и современные прозы, и, ну, русская проза, и драматургия, вот, и фестиваль, который, ну, вот мы подхватили, Мелеховская весна, он существует, живет, очень интересный, мне кажется, фестиваль, он действительно целиком посвящен Антону Павловичу Чехову, его произведениям, и театры приезжают тоже со всех сторон света. Я понимаю, что это ужасно банальный вопрос, но почему, в чем секрет вот чеховских пьес, которые вроде бы рассказывают судьбу русских интеллигентов конца девятнадцатого века, и которые ставят, ну, вот, по всему миру, и каждый читает, прочитывает их по-своему? Ну, да, вопрос, конечно, такой непростой. Почему, вот, почему... Ведь именно Чехов. Да, это очень интересно, это очень интересно, потому что, вот, мы там делали один спектакль, и, ну, такая у нас была идея замешать в спектакле, внутри спектакля, тексты Чехова и тексты его современников, потому что там темы близкие, там какие-то, ну, в общем, ракурсы какие-то близкие. И вот удивительное дело, тексты, ну, других писателей прямо проваливаются, не звучат. Вот рядом с чеховским текстом не становятся. И оставили только чеховские тексты, потому что какой-то здесь есть секрет, какое-то попадание в, ну, как сказать, в такое внутреннее существование человека, которое прочитывается как свое в разных частях земного шара. То есть Чехов жил там в России, писал вроде про русскую жизнь, но как она откликается. И к нам на фестиваль приезжало очень много театров из разных стран, и были совершенно замечательные спектакли некоторые, просто замечательные, которые, ну, они совершенно не русские, они вот американские, английские, польские, славянские, но они абсолютно чеховские. И это, конечно, феномен, безусловно. Чехов – это, конечно, феномен, его нужно изучать, и изучают, и будут изучать, и пока мы еще плохо чего понимаем про это, про вот ту уникальность, с которой мы имеем дело, ну, вот что-то там какое-то такое, какое-то всматривание в душу человека, в какое-то такое глубокое проникновение туда, как бы вот такой рентген. И не даром он доктор, не даром он так вот там исследует прямо медицински точно все это. Вот, наверное, здесь какая-то сила, интенсивность этого вглядывания в то, чем живет человек и вот в 19 веке, и в 20 веке, теперь же в 21 веке, и дальше, 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 пока еще, ну, как сказать, пока еще мы его не понимаем, пока мы его еще не очень расследовали, Чехова. Вот вы сказали, что Чехов доктор, это помогает ему, помогало ему вглядеться в душу человека, вы учились на химическом машиностроении, по стихнай, вот, и я знаю, что в одном из интервью вы говорили о том, что как раз-таки то, что вы инженер, помогает вам тоже конструировать спектакль. Вот, вот, могли бы вы пояснить эту мысль, вот, как, вроде бы, кажется, что совершенно техническое образование помогает вам в такой, ну, гуманитарной сфере, ну, да, гуманитарной сфере. Ну, да, но, понимаете, все-таки спектакль, конечно, это, ну, какой-то творческий акт, но все-таки спектакль, он, ну, строится по каким-то определенным законам. И надо сказать, что мое такое первое сугубо техническое образование действительно мне, ну, как-то помогает, потому что оно в каком-то смысле освобождает, оно освобождает меня для вот таких, ну, творческих изысканий, потому что все-таки, знаете, все строится, ну, по очень похожим моделям. То есть вот можно дом построить, можно деталь сделать какую-то, можно какой-то, значит, там, агрегат соорудить, а можно спектакль сделать. Все равно есть фундамент, есть какие-то рабочие части механизма, есть какой-то процесс, который должен, ну, он должен проходить от начала к финалу. То есть есть, ну, какие-то законы, которые в каком-то смысле даже где-то пересекаются. И мне никогда не мешало мое техническое образование, наоборот, я как-то вот, я говорю, что оно просто освобождало мне мозги для того, чтобы заниматься творческими делами. Но в то время, когда вы учились, вы уже были увлечены театром и даже, ну, организовали театральную студию. Да, и вот, ну, вот театральная жизнь, я не знаю, это вот 70-х, 80-х годов, насколько... Ведь это было время, когда на сцене играли и Смоктуновский, Пля, Траневский и Встигнею. То есть это, ну, вот, ну, просто я сам чуть-чуть застал, ну, уже вот 80-е годы, и я помню, какой восторг это вот вызывало, как невозможно было попасть в театры, какие очереди, я сам студентом ходил, вот, ночные эти все очереди, мы занимали очередь за билетами в кассы. Все то же самое, все то же самое. Это, конечно, это, конечно, какая-то прекрасная эпоха театральная, такая выдающаяся, потому что смотреть спектакли, там, Эфроса, смотреть спектакли Любимого, смотреть спектакли Товстоногова, ну, и так далее, и так далее. Тут можно перечислять просто, ну, таких величайших режиссеров. И вот когда ты мог это все видеть вот в таком первозданном совершенно виде, и когда ты смотрел и видел таких артистов, о которых вы вот уже упомянули, там, и их было очень много таких выдающихся, великих актеров, это, конечно, ну, заводило, заражало. И я долго так метался между своим увлечением таким, ну, чисто сугубо техническим, потому что я хотел заниматься там, и занимался, в общем, и там очевидной техникой, и компьютерами, и так далее, и так далее. Вот именно моя специальность, если так говорить точно, техническая кибернетика и автоматизация химических производств. То есть мы занимались там внедрением автоматизированных систем управления. Это было очень интересно, на самом деле. Такой был период тоже, это начало 80-х, это как раз только-только вот все это появилось. Вот, и театр, который вот здесь был, и у нас были способы ходить на протырку, потому что билеты практически было достать невозможно, или там лишний билетик, или там как-то попадали, или там как-то хитрили, в общем, и так далее, и так далее. И прорывались, смотрели, и это заражало безумно совершенно. И хотелось сделать хоть что-то похожее, хоть как-то к этому прислониться. А какой любимый театр? Ну, чаще ходили. Ой, вы знаете, у меня много было любимых театров, и много было любимых режиссеров, ну, и это театр на Малой Бронной, это Эфрос, это Современник, и вот еще спектакли и Олега Николаевича Ефремова, ну, и уже спектакли после его ухода, и это театр на Таганке, и любимовские спектакли. Высоцкого вы видел? Высоцкого видел, да, да. То есть это вот, ну, вот это много было, в Москве было очень много прекрасных, прекрасных таких театральных точек. Мы сейчас, наверное, сделаем небольшую паузу, после чего вернемся в студию. Напомню, что сейчас проходит фестиваль Станиславский ЛВ, и как раз вот декан режиссерского факультета ГИТИСа Владимир Бачер в нашей студии. Продолжается программа «Встретились, поговорили». Владимир Бачер, декан режиссерского факультета ГИТИСа в нашей студии. Станиславский ЛВ проходит фестиваль. Вот сегодня «Коварство и любовь» режиссерские игры, завтра «Бешеные деньги» Островского в очень необычной тоже постановке, как раз-таки вот Владимира Бачера. Скажите, вот студенты, которые, ну, точнее даже не студенты, а вот ребята, которые приходят в ГИТИС, я знаю, что это какой-то сумасшедший, там чуть ли не 900, по-моему, человек на место, говорят там какие-то такого рода конкурсы. Как вы отбираете? То есть особенно, я понимаю, что можно понять, ну, актера, можно, ну, там необходимо прочитать, не знаю, басни, стихи. Что нужно показать режиссеру, чтобы попасть на режиссерские факультеты? Ну, во-первых, у нас на режиссерском факультете учатся и режиссеры, и актеры. И вот я уже сказал, что у нас есть спектакль «Режиссерские игры». Это чисто режиссерская группа, и вот «Бешеные деньги» – это в основном играют актеры, ребята. У нас довольно давно на факультете идет смешанное обучение, и это, наверное, очень правильно, потому что у режиссеров есть, ну, как бы в их арсенале артисты, с которыми они могут делать работы, а артисты, которые обучаются на режиссерском факультете, нам почему-то кажется, что они даже сильно отличаются от других артистов, потому что они варятся вот в этих совершенно таких новых авангардных идеях режиссерских, потому что ребята всех хватают отовсюду, смотрят и пробуют и так далее. Вот. А как мы надбираем? Конечно, это, так сказать, это такой трудный вопрос, потому что, ну, наверное, каждый мастер по-своему, и каждый мастер по-своему есть какие-то, ну, свои, так сказать, предпочтения. Ну, конечно, здесь пытаемся угадать, пытаемся угадать в молодом человеке или в девушке, насколько, ну, есть вот этот внутренний потенциал к такому движению, развитию, потому что редко, когда можно сказать, вот это вот все, вот это закончено, вот все, бери, все, и вот все, делай. Нет, такого не бывает, и в актеры, которые приходят, ребята, и режиссеры, которые приходят, они, мы пытаемся их, ну, как сказать, нащупывать в них ту, ну, как бы, те зоны, в которых есть вот эта, ну, возможность движения, развития, понимания, и довольно длительный вот этот процесс знакомства с ребятами, потому что мы никогда не принимаем решения, и редко так бывает, что, можно сказать, вот ты увидел человека, и ты сказал, о, вот это вот будет у нас учиться, или вот это будет вот будущий, там, я не знаю, Станиславский, или вот это будет, там, будущий, там, ну, и так далее, там, Ермолова. Это непонятно, совершенно непонятно, потому что ребята в процессе, ну, вступительных экзаменов, там проходят они такие этапы, и от этапа к этапу кое-что меняется, бывает, меняется в лучшую сторону, бывает, в худшую сторону, бывает, мы говорим, о, кажется, вот, а потом смотришь, да нет, кажется, не совсем, а потом уже, да нет, точно не он. А бывает так, что, ну, что-то вроде есть в человеке, а потом следующий какой-то этап знакомства, да нет, что-то интересное, о, да надо брать. То есть, здесь еще имеет значение вот этот вот, вот это вот, ну, как бы, период знакомства с человеком, время этого знакомства. Оно, наверное, где-то около месяца, да, получается? Больше, 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 больше. Мы начинаем в марте, в апреле обычно вступить на экзамены, и в июле у нас уже, ну, уже окончательное подведение итогов. То есть, это получается 2-3 месяца, как минимум, мы с ребятами проходим вместе, и когда они приходят на тур, а потом уже на конкурсе, там, много заданий разных дается, и идет выбор. Ну, не хвастая скажу, что режиссерский факультет, пожалуй, одно из самых таких, ну, как бы, желанных мест для обучения. Ну, что касается режиссерской специальности, это же безусловно, потому что мы, ну, в самом деле, такие лидеры ГИТИС, режиссерский факультет ГИТИС, это, конечно, лидеры, ну, в России точно, но я думаю, что и в Европе мы одни из таких самых больших лидирующих позиций занимаем именно как обучение режиссеров, и поэтому у нас очень много международных программ идет, и сейчас... Да, я не знаю, из Китая у вас там... Да, из Китая, мы с Англии, сейчас во Франции, мы в Париже начинаем школу. Да, я с ним прочитал, да. Да, 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 вот буквально она вот, там, вчера она открылась. То есть, ну, очень востребованные программы, которые мы, как бы, мы ведем, ребят. Ну, и актерская специальность тоже. К нам очень стремятся абитуриенты, хотят именно учиться на Решваке, зная, что здесь, ну, что-то такое, здесь какой-то новый театр. Ну, это же, наверное, как тяжелое машиностроение для страны, вот завод, который производит станки, которые будут, в свою очередь, производить детали, то есть, вот... Да, 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 скорее, скорее, да, потому что, ну, конечно, очень многие режиссеры потом становятся главными режиссерами театров и несут дальше уже в такую театральную практику ту идеологию, ту какую-то, ну, вот, те импульсы, которые они получают на Решваке. Сейчас, мне кажется, Решвак, сегодня Решвак вообще одно из таких самых, ну, таких центровых мест вообще вообще и в образовании, и в культуре. Вот, мне кажется, здесь и наши дипломные спектакли, там приходит огромное количество зрителей, у нас битки вообще, ну, то есть, это, ну, битковые залы, я имею в виду, ну, то есть, это востребованность огромная. А востребованность ребят огромная тоже, и режиссеры сразу начинают ставить. Еще не закончив, уже вот ребята, которые здесь играют, у них уже есть постановки в театрах, и они уже сейчас вот нарасхваты. Профессиональных театрах. Да-да-да, в профессиональных театрах, и они уже нарасхваты, и на них уже на некоторых очередь стоит. То есть, это уже вот такая-то, ну, мы как бы отвечаем за качество, что называется. Но вот вы говорили о новых идеях. Вот в искусстве есть такой, ну, вот момент, который немножко меня всегда пугал, когда форма заслоняет содержание, то есть, для художника важно придумать что-то новое, чего не было до этого. Давайте вот я просто разрежу холст, не буду на нем ничего рисовать. А давайте я просто плюну там на этот холст, а давайте я просто измажусь краской и поваляюсь по нему. Вот как, вот, например, ну, вот отсеивать какое-то наносное просто желание сделать что-то совсем по-другому от действительно каких-то, ну, идей, которые помогают двигать сюжет или вот что-то рассказать зрителю? Ну, опять здесь, на режиссерском факультете ГИТИСа есть сильнейшая такая вот, ну, вот передача традиций, да, то есть мы, ну, как бы двигаемся, мы живем дальше, мы живем вперед, но у нас, даже вот у нас на стене, на третий этаж заходишь на режиссерский факультет, у нас сразу вот такая стена фотографий наших учителей или учителей наших учителей, и мы очень опираемся на какую-то традицию. А в традиции и русской театральной школы, и ГИТИСа, и Решфака ГИТИСа, это, конечно, внимание к человеку, к душе человека, к его движениям внутренним, к тому, чем люди живут. И вот этот акцент на содержание, на суть того, что сегодня происходит с душой человеческой, это, мне кажется, позволяет нам избегать таких, ну, вывертов формальных, которые не основаны, не опираются на настоящее. И поэтому мы очень приветствуем всегда формотворчество и приветствуем какие-то новые высказывания и новый какой-то способ выражения, потому что, конечно, и искусство, и жизнь, и искусство, и театр все время находятся в движении, и они должны находиться в движении. То есть это обязательно должно возникать новое, 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 новое. Но вот эта связь того, что мы опираемся на подлинное, на суть, и с поиском новых форм выражения, вот это, мне кажется, позволяет сохранять вот это напряжение, такое сегодняшнее, современное, острое в жизни нашего факультета. Есть ли какие-то, не знаю, табу режиссерские, что невозможно на сцене, или что вы не приветствуете? Кто-то относится, например, ну, к ненормативной лексике, там, ну, вот я знаю, что сейчас очень такая, несколько лет назад была поднята тема, или обнажение на сцене. То есть вот в каких случаях это является частью художественного замысла, а в каких случаях это, ну, просто может оскорбить зрителя? Ну, опять, это все зависит от контекста, понимаете? Невозможно сказать, нельзя ругаться матом. Ну, вот как, ну, есть писатели, вот, например, мы там в театре ставили Довлатова. Ну, там, я не могу сейчас это в эфире говорить, я не буду это говорить, но это прекрасно, это, понимаете, это невозможно вырезать из текста, потому что он сразу будет, ну, оскопленный, он будет сразу... Это такие обороты речи, которые, ну, они живые, они говорят сами на себя. А есть, просто иногда бывает, что это, ну, там, слово ради слова. Вот я хочу, там, вот, показать, какое я крутое, я вот сейчас начну, там, беспрерывно материться на сцене. Ну, не есть хорошо. Ну, то же самое, если, там, обнаженная фактура, опять, это, если это смысл, если это вскрывает, ну, какую-то очень глубокую мысль, которую по-другому не выразить, ну, значит, надо раздеться, а просто так раздеваться ради того, чтобы сказали, о, иди сходи, там, вообще, бабы голые на сцене, ну, и зачем. Вот, то есть, это все, мне кажется, вообще, нет табу, нет, нет табу. И мы как-то, ребят, никогда не табуируем, мы не говорим им, это нельзя делать. Можно делать все, но мы должны понимать, в чем твой, в чем твой месседж, в чем твое, так сказать, сообщение, зачем ты это делаешь. Есть ли, ну, вот, какие-то действительно вещи, которые делают акте будущего актера, ну, я не знаю, привлекательным в глазах режиссера, то есть, вот, есть мнение, что актер должен излучать, ну, вот, какой-то, ну, не знаю, даже сексуальную энергию, то есть, ну, вот, что-то, что приковывает внимание, когда, по-моему, была фраза знаменитая, что звезда – это тот человек, который вот заходит в комнату, и все поворачиваются в его сторону, то есть, ну, независимо от того, знают они этого человека или нет, то есть, они понимают, да, это вот от этого человека что-то вот исходит. – Ну, вообще, энергия, конечно, актер должен, и режиссер должен обладать заразительностью определенной, это, конечно, в частности, и сексуальной, конечно, потому что, ну, вообще, 90% всего театра – это про отношения любовные, понимаете, и как это обойти? Выходит мужчина, женщина на сцену, все, между ними должны возникать, какие-то искры. Вообще, вообще, конечно, это очень такой непростой вопрос, что это за энергия, что это за токи, которые должны исходить из человека, что такое обаяние актерское, что такое там положительное, отрицательное обаяние, но что такое заразительность, чем человек должен заражать. Вот, иной раз ты смотришь на, там, молодого человека или на девушку, там, в обычной жизни, ну, ничем не так, ну, да, ну, такой симпатичный вроде такой, нормальный. Выходит на сцену человек, глаз отвести невозможно. То есть, что-то включаются какие-то, ну, как, говорил Марчелло Мастрояни, да, адреналин, но это другой адреналин. Вот, какой-то здесь есть особый адреналин, который возникает именно от соприкосновения человека, там, со зрителем, со сценой, с экраном, с камерой. Вот, какой-то возникает, какая-то возникает принципиально другая энергетика. Вот, кстати, Михаил Чехов, который мой любимый персонаж, который, персонаж, который много писал и говорил об этом, и учил этому, как эту энергию уметь получить, как эту энергию уметь в себе включать, культивировать, как это, как это заводить в себе эти процессы. Ну, на самом деле, я думаю, что основное, ну, чему посвящено обучение и актеров, и режиссеров, это способность вытащить эту энергию. И тот, кто, и тот, кто обладает максимальной потенцией к этому, я думаю, что тот и будет, ну, владеть душами. Я знаю, что вот буквально не так давно вы были в Карачаево-Черкесии, где вы тоже проходили мастер-классы. Я вдруг задумался над тем, что ведь студенты, которые заканчивают ГИТИС, но вот ведь обучение не заканчивается. Наверное, актер, сколько должен учиться актер? Вы знаете, ну, вот мы, когда мы здесь проводили нашу школу в Юрмале, здесь вот в 90-е годы, здесь был Евгений Алексеевич Лебедев. Он приезжал, ну, он там занимался чем-то со слушателями, показывал, ну, свои какие-то, то, что он делает как актер. Это было жутко интересно. А я вел там занятия, ну, сколько было, Евгений Алексеевич, уже 80, наверное. Вот, он перед занятием ко мне подошел и говорит, Володя, можно я у вас позанимаюсь? Я говорю, Евгений Алексеевич, ну, мне даже неловко, честно говоря, но я-то, мы же будем упражнения, заниматься упражнением. Он говорит, вот-вот-вот, мне это как раз очень интересно. Мне это как раз очень интересно. Я хотел бы поупражняться немножко. Поэтому, вот я считаю, что чем крупнее актер, чем больше актер по своему масштабу, тем он больше нуждается внутренне в том, чтобы совершенствоваться, заниматься, упражняться. То есть, большой артист не успокоен никогда. Он всегда хочет чего-то большего. Это, мне кажется, говорит о масштабе личности творческой. А что должен вообще уметь делать актер? Насколько, ну, если требуется, например, ведь всегда можно, ну, если по спектаклю ему нужно там сесть за рояль, можно включить фонограмму, он просто изобразит, что он там по клавишам передвигает пальцы. Вот нужно ли актеру, ну, вот, ваше, как вы считаете, нужно ли актеру учиться играть на скрипке, на рояле, там, не знаю, скакать на лошади, плавать, там, еще что-то, или его задача сыграть, заставить зрителя поверить в то, что он это делает? Ну, это, мне кажется, зависит всегда от ситуации, потому что если ты репетируешь роль Рахманинова, вот я сейчас, например, буду делать спектакль о Сергею Васильевичу Рахманинове, понятно, что там я могу, конечно, сесть за рояль, там актер может сесть за рояль, у меня есть артист, который будет играть Рахманинова, но вряд ли он так заиграет, что и скажет, ух ты, вот это да, вот это Рахманинова. Но я думаю, что артист должен стремиться к тому, чтобы максимально быть близко к тому, к тому человеку, которого он хочет, которого он будет играть. Поэтому, мне кажется, здесь это так сказать, сам актер сам это чувствует, он готов так поскакать на лошади, чтобы это было убедительно, тогда давай, иди. У меня вот, например, в спектакле «Чайка» я делал в Мелехове, такой спектакль в чеховской «Чайке», он был на пленэре, у нас были лошади, и у меня там, значит, вот была мизансцена, что Нина Заречная, как оно есть у Чехова, она приезжает на спектакль на лошади. И актриса, поскольку, слава тебе Господи, у нас там конно-спортивная секция была рядышком, и вот актриса брала уроки конной езды, и скакала на лошади, управляла лошадью, и там спрыгивала с нее, там бросала уздечку, да, там, значит, конюху. То есть, ну вот, мне кажется, такая одержимость актерская, чтобы сделать самому, чтобы справиться, чтобы максимально быть близко к тому, что я хочу сыграть, это классная история, это классная вещь. Ну, а там уже, насколько ты сможешь, насколько ты на скрипке, насколько ты там за рулем, насколько ты там за штурвалом самолета, ну, насколько ты себя будешь уверенно в этом чувствовать. Скажите, вот те выпускники, студенты, с которыми, ну, которых вы обучаете, вот что с ними происходит дальше, насколько, ну, остаются ли какие-то связи, обращаются ли к вам, может быть, с какими-то, ну, не знаю, советами, за советом? Ну, связи, конечно, остаются. Связи остаются. У нас, в общем, ну, как-то, ГИТИС – это дом. Это дом, и это такая семья большая. И обязательно ребята возвращаются и приходят, и приходят из, что называется, с радостью, и с проблемами, и поделиться этим, и посоветоваться об этом, и прийти посмотреть на тех, кто сейчас, ребята, и чем-то помочь, и подсказать, и так далее, и так далее. Нет, здесь, да, мы знаем, ну, мы знаем практически про всех, что, кто, кто, чем занимается, и у кого сейчас что, и какие там, как идут дела. Это, да, это ГИТИС. Это ГИТИС. Мы этим гордимся, что это ГИТИС. И ГИТИСиане, вот я приезжаю куда-то, и кто-то говорит, а я ГИТИС заканчиваю. Ну, всё, это уже брат. Это брат уже, независимо от того, в каком году ты заканчивал, на каком факультете ты учился. Ну, ГИТИС – это ГИТИС. Но можно ли сказать, что, в принципе, вот театр – это всё-таки одна большая семья, и вот как, например, театральные, ну, вот актёры, режиссёры там относятся к попавшим, ну, не знаю, там, в беду, к каким-то своим собратьям. Ну, я имею в виду вот дело Кирилла Серебренникова. Там, я забыл фамилию актёра, который, ну, вот попал тоже, был задержан. Павел Устин. Да, да, Павел Устин. Да, да, мы тоже, вот, мы играли бешеные деньги, и вот мы вышли после спектакля, и тоже ребята, и вот мы и я, мы говорили о том, что мы хотим слова какие-то, произнести слова солидарности и так далее. Ну, и вообще это цеховое, это цеховое такое, ну, отношение, внутреннее цеховое отношение, это очень важно, это очень важный фактор, это очень важный фактор. И мне кажется, что, так сказать, театральное вот это вот такое общество, оно довольно, ну, сплочённое. Мне кажется, что очень многие люди и помогают друг другу, и стараются как-то там поддерживать, и, ну, уж, а уж мы как-то своим бывшим ученикам всегда пытаемся поспособствовать, посодействовать, и, естественно, если есть возможность помочь, всегда помогаем. А насколько театр испытывает ли он какое-то давление современных технологий, я имею в виду то, что появляется, со временем появляется всё больше и больше видов массового развлечения, и, конечно, вот, ну, времена, там, скажем, если вспомнить, там, 80-е, 70-е годы, тогда был, сейчас вот появляется больше, куда больше искушений у молодых, там, скажем, людей сидеть в телефоне, игры. Кинематограф становится всё более изобретательным, пытается удивить какими-то аттракционами. Вот на этом фоне сцена, часто бывает просто стул, там, прожектор и живой человек. Насколько он сможет выдержать конкуренцию, вот как вы думаете? Вы знаете, мне кажется, что дело не в, буквально, не в внешних проявлениях этих высоких технологий. Дело в какой-то философии внутренней, потому что, ну, там, когда-то там в театре вот это был бум по тому, чтобы использовать видеоизображение. Вот, ну, прям все очень увлекались этим. Сейчас, мне кажется, уже это такой даже, ну, как сказать, немножко такой дурной стиль, что, ну, уже хочется сказать, ну, зачем тебе это нужно уже выключить экран. Или там интернет, или там соцсети, или там вот какие-то такие, ну, виртуальные технологии. Вопрос в смысле этого. В смысле. Потому что, наверное, можно поставить стул, включить один фонарь, и это будет очень суперсверхсовременно. То есть театр должен быть современным, театр не должен быть... Потому что я, ну, я не верю в то, что когда говорят, ну, а мы храним традицию. Вот, а вот мы делаем все, как было сто лет назад, потому что мы храним традицию. Я не верю совершенно в это. Это неправильно. Театр должен разговаривать с сегодняшним языком, с сегодняшним зрителем. Но мне кажется, что здесь важно не, ну, не копировать, не использовать впрямую те внешние такие, ну, признаки, что ли, вот этой сегодняшней жизни, а понимать, что с человеком происходит. Да, сегодня люди живут в мобильных телефонах. Это правда, это так. И вот там, вот недавно был фильм, премьера фильма «Текст». Да, по Глуховскому, да. Да, по Глуховскому очень интересная история, и такая она сегодняшняя, и современная. Кстати, играли там наши выпускники, и Иван Янковский, и Саша Петров, это наши эрешваковцы. Ну, вот это вот, это же вот про, ну, вот это про сегодняшнее мышление людей. Вот они живут таким образом. Это схваченная, так сказать, именно философия того, как люди сегодня чувствуют себя в этой жизни, ощущают себя. Вот мне кажется, что в этом есть, в этом есть, ну, вот в этом надо, в это надо вкручиваться, вбуриваться, всматриваться. А в результате можно поставить камеру, можно поставить стул, можно поставить прожектор и играть одному человеку, сидя на стуле, и все скажут, ну, это прям супер, вот это да, вот это вот авангард, вот это вот. А можно там обвешать экранами, здесь включать такие изображения, здесь включать такие, и это уже не произведет никакого впечатления. То есть, дело, еще раз говорю, дело не в девайсах, дело не в аппаратуре, а дело в мозгах. Можно ли, ну, вот, наверное, уже последний вопрос, чем можно удивить вот сегодняшнего зрителя, чтобы он отключился от этих девайсов и смотрел на сцену? Удивить можно только, мне кажется, одним, силой проживания ситуации, настоящей, острейшей, вот этой вот обжигающей правдой того, что происходит с человеком. Вот если актер и режиссер смогут дотронуться до вот этого, до этой высокой температуры, зрителям поверят. Как они это сделают? Как угодно. Это нет, в этом смысле нет одного приема. Ну, вот туда. Спасибо большое. Станиславский ЛВС. Сегодня смотрите, вот, в Доме Москвы коварство и любовь. Завтра бешеные деньги по Островскому. К сожалению, вот, билетов почти, по-моему, нет. На Островского так точно. Но про... Как это? Пробуриваетесь? Или как это было? Да. Проходите. Вбуривайтесь. Вбуривайтесь. Владимир Бачер, декан режиссерского факультета ГИТИСа, был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.